Сохранить сталинский ампир снаружи, а внутри создать атмосферу лёгкости и простора. В Засвяжском районе Ульянска продолжают модернизировать социально значимые объекты. Упор сделан на инфраструктуру для детей и юношества. В здании городской детской поликлиники номер 5 на площади Горького полным ходом идёт капитальный ремонт. В мае 2019 года медицинское учреждение признали непригодным для работы. В том же году подготовили проектную документацию и начали демонтажные работы. В настоящее время строители меняют кровлю, обновляют коммуникации и приступают к внутренней отделке помещений. Медучреждение планируют запустить в работу в сентябре 2021 года. Население, которое обслуживает поликлиника, немаленькое, поэтому её обновление ждут жители нескольких микрорайонов. Для детей их родители обещают оптимально комфортные условия. Поликлиника обслуживает 6400 детей, от 0 до 17 лет. Здесь было развернуто 7 педиатрических участков. Из узких специалистов были невролог, психиатр, травматолог, ортопед, массажный кабинет, кабинет физиотерапии, кабинет забора крови, инфекционный кабинет. То есть все те службы, которые нужны на первоочередном этапе. Все эти специалисты вновь вернутся в родное здание. Вместе с губернатором обсудили вопросы благоустройства близлежащей территории. Поликлиника располагается вблизи площади Горького, в территории которой несколько лет назад был убран памятник писателю из-за разрушающейся гипсоцементной композиции. На сегодняшний день разработан новый макет скульптуры, который планируют воссоздать на историческом месте. Далее губернатор проследовал к зданию 43-й школы, которая была закрыта в 2010 году. Ремонт здания начался в феврале текущего года. На сегодняшний день установили окна, внутренние перегородки, отремонтировали кровлю. Идет монтаж электро- и водоснабжения, и отопления. Работы планируют завершить уже в декабре. Школа станет частью Ульянской гимназии номер 34, и на ее базе будет создан Центр роста гуманитарного, цифрового и инженерного образования. Как будет формироваться педагогический коллектив? Формироваться будет, конечно, и на конкурсной основе, и мы с педуниверситетом, с нашим уже договорились о том, что выпускники, мы туда сделали заявку, письмо отправили, заключили соглашение для того, чтобы молодых специалистов сюда, естественно, они придут, когда у нас и летний период, мы будем их еще дополнительно готовить уже на то цифровое оборудование, которое будет здесь, в этой школе. Сергей Морозов запланировал через месяц провести аналогичный объезд, чтобы лично удостовериться, как преображаются здания. Антон Никонов, Артем Куранов. Новости Улправда ТВ.